Зоя Петровна, здравствуйте! Здравствуйте! Я очень хочу поговорить с вами о вашем военном детстве. Мой папа, Мозговой Пётр Иванович, родился в 1907 году на Украине. Потом они приехали оттуда с родителями в Красноярский край. Мама была белорусская, они приехали тоже с родителями в Красноярский край. Там они встретились, поженились, и я получилась. Я родилась 3 октября 1937 года. А папа и мама работали в колхозе, рабочими были. Папа в основном на жадке, хлеб жал, баба снопы вязала. В колхозе работали. Пришла повестка, сообщили маме, привезли маму с этого поля. Она приехала из-под товаренька, привезли, папа пришел. И собрались, стол собрали. Бабушка пришла, папина мама, папина две сестры пришло. Брат пришел, младший, и моих две сестренки. Мы сели за стол. Это было 20 октября 1941 года. Потом слышим крик, что все, Петро, выходи. Вышел папа. Мама пошла провожать сестры. Все пошли провожать, а меня оставили с бабушкой. Бабушка пока со стола там убирала. Я окно открыла и вслед за повозкой. Мужчина кричит, что Петро, твоя Зоя бежит вслед за повозкой. Папа взял меня, отдал бабушке и все, и ушел. И я его даже лица не помню. Даже не помню его лица. Получили извещение. Потом, это 19 января 1942 года, получили извещение. Тоже маму привезли, вручили. Здесь, конечно, был крик, плач. Очень тяжело было. Плакали все. Мама всех нас троих обняла. И все стояло, плакала с этим извещением. Папа погиб. Ну, это был голод. Очень голод был. И холод. Дрова возили сестрички. На саночках у нас недалеко лес. Там повал, ну, валюшник, все это собирали, привозили. Вот этим топили печь. Больше ничего не топили. Света не было. Ну, вот так вот и жили. А кушали, кушали мы. Что мы кушали? Летом траву собирали, сушили. Мама всегда предупреждала. Только не берите лебеду. Потому что нарывы шли на руках, на ногах. И очень много умирало детей и пожилых людей вот от этой вот еды. Ну, все было, все было. Мы натолкем в ступе. Деревянная ступа высокая была. Натолкем этой травы. Насушим, натолкем. Водички. Вот и лепешки. Вот это наша была еда. И постоянно. Картошечку что посадим, то как боб. И такую же выкопаем. Была жара, невыносимая жара. А зимой морозы были. А зимой морозы были. Сильные снега. Ну, вот так вот мы выжили. Выжили. Ну, я окончила 4 класса. Меня потом не как сестра. А сестра окончила 7 классов. Ей надо было в Канск ехать учиться. А меня надо было в другую деревню. Мне нечего было обуть, нечего было одеть. Я 2 года еще сидела в 4 классе. А потом уже сестра окончила 2 года у медицинского. Передала вот эту вот фуфайку. Валенки там это самое. Передала мне. Я тогда пошла уже в другую деревню учиться. Вот училась. Потом в 8 классе дедушка, папин дядя, взял меня, приехал и сказал, Евгения Романовна, мы Зою берем на себя. 8, 9, 10 класс. Продолжение следует...